Я все исправлю, починю и налажу, если снег новогодний на прошлые грабли не ляжет. Привет, друзья! Начинаю я со строчек прекрасной песни Вани Нойза, называется она «Грабли». Ну и в этом видео хочу подвести итоги прошедшего 2021 года, итоги лично для себя, то есть такую небольшую черту. Я всегда стараюсь так делать, то есть я ставлю планы себе, как правило, на очередной год, ну и по его завершении подвожу его итоги и размышляю над тем, что мне удалось, что не удалось, в каких аспектах и направлениях я продвинулся, в каких, наоборот, у меня полный завал и надо поработать над этим. Короче, друзья, это видео будет очень личным, я попытаюсь честно-откровенно сказать, что у меня получилось, что у меня не получилось, чем я доволен, чем я недоволен, причем это будет касаться не только финансов, естественно, но и других аспектов моей жизни. Ну и про финансы, естественно, я тоже скажу, ближе к концу ролика я подведу такой некий финансовый итог этого года, ну и выскажу какие-то свои, возможно, пожелания и мечты, которые я хочу реализовать уже в будущем 2022 году. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали. Ну, друзья, давайте, наверное, начну с блока, который можно условно назвать саморазвитие, то есть, насколько я стал лучше по своему какому-то духовному состоянию, самочувствию, по образованию, если сравнивать себя с образцом декабря 2020-го. В этом направлении, мне кажется, мне можно поставить четверочку, я старался, ну, сюда я отношу какое-то интеллектуальное, в первую очередь, развитие. Я достаточно много книг прочитал, ну, как, опять же, достаточно, это условно, для кого-то это много, для кого-то немного. Про некоторые из этих книг я снимал даже видео, ну, и у меня был такой большой упор на именно экономическую литературу. Я продолжал ее в этом году активно читать, ну, вот, осилил, например, Наполеона Хилла, Думы и Богатей, осилил Тони Робинса. Оша, кстати, прочитал по рекомендации одного из моих зрителей, но это не совсем финансы, но тоже книга очень интересная с точки зрения самоидентификации. Разбудив себе Исполина, тоже Тони Робинс. Кстати, прочитал очень мощную и очень объемную трилогию, это было летом, Теодора Драйзера, финансист Титан Стоик. Это про, собственно, такого экономического магната, про его жизнь. Интересная, интересная очень книга, но очень, очень большая, то есть, вся трилогия заняла у меня, ну, чуть ли не пару месяцев, наверное. Атлант расправил плечи, кстати, в этом же году я впервые прочитал, тоже шикарная книга, друзья, абсолютно всем рекомендую. Бода Шефер, в принципе, много, вот что касается чтения, тут я с собой доволен, ну, и какой-то такой минимальный лимит по литературе я выполнил. Я, в принципе, редко об этом рассказываю, но на самом деле, друзья, могу вам открыть, может, для кого-то секрет, я очень люблю кино, я просто обожаю кино, причем давно. Более того, у меня даже была мысль открыть канал по кинофильмам, какие-то делать обзоры и лицензии, но я просто объективно понял, что сейчас есть, ну, как бы, это ниша, забита настолько блогерами, что каким-то образом создать там что-то интересное и исключительное, ну, достаточно сложно, и, в общем-то, я эту идею не реализовал, но фильмы я смотрю в большом количестве, при этом я их очень сильно фильтрую, то есть фильмы я смотрю не абы какие, я отбираю их по рейтингам, по каким-то наградам, то есть, как правило, я перебираю там весь шорт-лист Оскара, Золотого Глобуса и так далее, ну, то есть каких-то премий, и стараюсь смотреть, ну, скажем так, 6-7 фильмов в месяц, ну, чтобы они были по возможности максимально качественные. Ну, я не говорю о том, что я совсем не смотрю всякое говно, иногда и говно тоже проскакивает, там по телеку бывает, залипнешь в какой-нибудь фильм просто так фончиком, ну, и как бы вот смотришь, да, ну, либо просто такое резонансное говно, которое, ну, тем не менее смотреть приходится, там каких-то самых громких нашумевших блокбастеров, комиксов и так далее. Но в основном все-таки кино люблю умное, люблю интеллектуальное, после которого хочется подумать, ну, и вот опять же, может быть, кому-то пригодится на новогодние праздники, накидал такую совершенно лайтовую подборочку фильмов, которые мне больше всего понравились именно в этом году, то есть не все эти фильмы 21-го именно года, но я их посмотрел именно в этом году, ну, вот, например, фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, прекрасное кино про возрастную деменцию, замечательный фильм, очень тяжелый, очень грустный, но вместе с тем очень, ну, такой правильный, что ли, про сострадание, про то, как надо относиться к пожилым людям, про доброту и про человечность. Фильм, который меня очень сильно поразил, он называется «Блокадный дневник», это российский фильм про блокаду Ленинграда, совершенно жуткий видеоряд, друзья, сразу вам скажу, фильм не для семейного просмотра, оставляет тяжеленное впечатление, но поражает до глубины души. Фильм сделан с такой высокой степенью достоверности, что просто кровь леденеет в жилах, ход его просмотра, посмотрите обязательно, он великолепно передает атмосферу войны, атмосферу отчаяния, атмосферу страха, которая в такие моменты возникает, и, собственно, вот та безнадега и то бессилие, которое передано через экран, оно просто шокирует, друзья, ну, будем надеяться, что нам с вами, нашим детям, внукам ничего подобного пережить не придется. Замечательный фильм, также, друзья, это фильм, один из лауреатов Оскара этого года, «Звуки металла» или «Звук металла» с Риза Ахмедом, замечательное кино про музыканта-ударника, который начал терять слух, и в итоге его, в общем-то, практически потерял. История про то, как человек становится не нужен, собственно, обществу, как рушится его мир, как рушится его жизнь в связи с этим известием, и где и для чего после этого искать в себе силы, чтобы жить дальше. Прекрасное, друзья, кино про ситуацию, которая может случиться с каждым из нас. Ну и, друзья, также вот в моем этом рейтинге будут два скандинавских фильма, причем удивительно, но и в том, и в другом снимается Мац Миккельсон. Шикарные совершенно фильмы. Первый из них называется «Еще по одной». Удивительный эксперимент, как люди решили каждый день накатывать. Накатывать и проверить, что из этого получится. Ну, как можно догадаться, хорошего из этого, естественно, ничего не получится. И вот та эйфория, в которой оказывается человек, будучи в алкогольном опьянении, она быстро сменяется зависимостью, потом раздражительностью, ну а потом вся жизнь катится под откос. «Черная, друзья, комедия» или «Драма», уж не знаю кому как. Посмотрите обязательно, на мой взгляд, один из лучших фильмов этого года. Ну и фильм, который меня просто свалил на повал, называется «Рыцари справедливости», тоже Мац Миккельсон. Великолепный европейский юмор, очень круто, тонко, саркастично, очень кроваво. Короче, тоже не для семейного просмотра. Чисто так, очень интеллигентный, интеллектуальный трешачок. Я был в восторге. Ладно, друзья, переворачиваем страницу. Следующую категорию я бы назвал «Туризм», да, или «Открытие чего-то нового». Но надо сказать, что этот год для меня не стал каким-то прорывным, и каких-то суперсобытий и поездок я не совершал. В общем-то, их всего-то было, можно сказать, три. То есть, я дважды побывал в Москве, и то это было больше по делам. И у меня был отпуск, я побывал, опять же, это все было в России. Это был Новороссийский, я ездил к друзьям. Ну и там мы еще посетили ряд таких окрестных городов. Абрау, Девноморская, Геленджик, то есть катались по побережью. Вот, собственно, и все, друзья. Много это или мало, не знаю. Кто-то, может быть, мне парирует, что вообще никуда не ездил. Есть и такие, я уверен, люди, кто, собственно, к сожалению, не могут себе позволить выехать даже за пределы города или за пределы региона. Но при этом до этого, вот, прошлые годы я ездил значительно больше. Ну, в основном это тоже было связано с делами, с работой. Но именно вот количественно поездок было значительно больше. Но вот в этом году получилось так. На следующий год у меня тоже есть определенные планы. Я хочу какое-нибудь новое место для себя обязательно открыть. И даже есть мыслишках, может быть, куда-то выехать за границу попробовать. Не знаю, друзья, пока еще размышляю над этим. Все будет зависеть от ковидной ситуации, от финансовой ситуации. Но планы такие есть. Блог, назовем его личная жизнь. Ну, тут, честно вам скажу, не все гладко, не все хорошо. Но если быть откровенным перед собой и перед вами, то и об этом мне тоже надлежит сказать. В этом году у меня случился некий финал некой истории продолжительной, которая была достаточно многообещающей. И, в общем-то, это было большое разочарование для меня. Именно то, как это случилось, по каким причинам это случилось. И, собственно, длительное время я пребывал в такой прострации. Но это не была такая, знаете, прострация, скажем, какая-то связанная с обидой. Это было просто именно разочарование. Вот лучшее слово я не подберу. Причем, к сожалению, разочарование меня в этом году постигало неоднократно. И в основном это было связано именно с какими-то человеческими отношениями. Ну вот, к сожалению, так. Этот год показал мне многих людей с достаточно некрасивых для меня сторон. Увы, увы, друзья, вот так вот происходит. Опять же, если переходить на песенный язык, вспоминаю группу 2517. Мои друзья остались в моей голове, а эти люди как-то незнакомы мне. Да, друзья, меняемся мы все. И я, естественно, для многих тоже наверняка меняюсь. И тоже, возможно, не в лучшую сторону. Но, к сожалению, друзья, констатирую, что зачастую в процессе жизни человек теряет прошлые связи. Очень часто. Но, опять же, надо сказать, что в этой жизни у меня некоторые положительные изменения произошли. В том числе в этой сфере, в этой области. Так что смотрю вперед с оптимизмом. И надеюсь, что тут у меня случится позитив. Вот именно эта сфера, на мой взгляд, в 2021 году была для меня, такая, скажем, наиболее болезненная, что ли. И здесь я себе, наверное, двоечку поставлю. Вот по этому направлению. К сожалению, 2021 год мне профита, говоря языком инвестиций, не принес. В этом году осенью я начал плавать. Кстати, решил я занять себя чем-то в зиму и пошел в бассейн. Раньше это делал так, достаточно несистемно, набегами. В основном мой вид спорта, которым я большую часть времени занимался, ну вы об этом, наверное, знаете, это футбол. Ну вот теперь в футбол играть мне нельзя в связи с некоторыми событиями. Уже года два назад, как я в него не играю. И, к сожалению, мне не хватает какой-то физической активности. И вот я решил открыть для себя плавание. То есть летом у меня, как правило, это велик. Вот зимой плавание. И еще сейчас коньки добавятся. Иногда на коньках также буду выбираться кататься. Что касается плавания, могу сказать, что вот буквально последние мои заплывы, декабрьские заплывы, я добился результата за полчаса занятия. То есть я беру по полчаса плавания. У меня за последние два плавания, собственно, я преодолел по тысяче метров, по одному километру. То есть это около сорока, второй раз даже чуть больше, сорока бассейнов. Мне кажется, уже неплохой результат для новичка. В общем-то растет выносливость, растет немножко скорость. Ну и в целом процесс мне очень нравится. Ну и, друзья, собственно, финансы. Закончим ими, чем этот год запомнился. Ну, скажу сразу, мой капитал подрос. То есть если мы говорим о какой-то общей сумме денег, которая у меня имеется, эта сумма выросла. Она выросла примерно настолько, насколько я и планировал. То есть здесь никакого прорыва не случилось. Ну и при этом провала тоже не случилось. То есть все вполне себе статистически. Примерно так, как я перед началом года и ожидал. В чем я, собственно, себя немножко виню? Это налог. Достаточно большой налог, который мне придется уплатить по брокеру открытия. В размере 20 тысяч рублей. Вот это моя боль. И я бы сказал, что из-за этого я могу себе поставить четверочку. Четверочку, пожалуй, если бы не это, может быть и 4 с плюсом бы поставил по финансам. Но из-за этого четверочка, потому что, блин, ну это косяк, который я сам допустил. И в принципе я мог бы этого избежать. Так что, друзья, будьте аккуратны обязательно с вашими сделками на бирже. Лишние налоги понижают профит. Но опять же, это небольшая маленькая ложечка дегтя, которая в целом большую бочку меда никоим образом не портит. Ну и, друзья, последнее направление, это, собственно, наверное, заработок. Заработок денег. В этом году я вновь провожу эксперимент. Я не работаю на кого-то. Я пытаюсь заниматься, ну, чем-то похожим на бизнес. Так это назовем. Часть этого, собственно, этой моей деятельности вы наблюдаете. Это мой канал и то, что сопутствует этому каналу. В частности, стратегия честный портфель и так далее. Надо сказать, друзья, что непросто. Скажу вам откровенно, заниматься и зарабатывать самостоятельно непросто. Любой предприниматель, я думаю, подтвердит этот тезис. Но интересно. Интересно, друзья. Нестабильно. Я абсолютно не знаю, что будет завтрак. Более того, сейчас тревожно из-за того, что ходят слухи о возможном ограничении, либо блокировке Ютуба. И в 2022 году весь этот бизнес может развалиться, если называть это бизнесом. Хотя в целом и темпы развития, и динамика развития, и сам процесс мне очень нравится. Ну, вот почти 5000 у меня уже на канале. Записываю я это видео прямо в конце декабря. Думаю, что за оставшийся день-два как раз 5000 и получится. Тоже все в рамках моих прогнозов. И тоже все было бы, друзья, в общем-то хорошо, если бы не эта неизвестность. Непонятно, что будет дальше. Но, друзья, как бы то ни было, давайте констатируем, что этот год был прекрасен. Этот год я очень здорово провел с вами. Спасибо огромное всем моим постоянным зрителям, всем, кто меня поддерживал. Очень хочется верить, что также мы подведем с вами также в рамках канала итоги года следующего. И Ютуб по-прежнему будет работать. По-прежнему будут работать соцсети. И в нашей жизни не будет ни хороших перемен. Если резюмировать, друзья, если вы у меня спросите, так что в итоге? Доволен ли ты своим 21-м? Друзья, я скажу, безумно доволен, очень доволен. И даже те неприятности, те проблемы, которые были у меня в этом году, они у меня были. Я их принимаю совершенно нормально. То есть я их принимаю так же, как, собственно, принимаю все радости, которые принес мне этот год. Это часть нашей жизни. И самое главное, как бы банально это не было, это здоровье и здоровье наших близких, нашей и наших близких. Главное, чтобы вот это было с нами, а все остальное мы обязательно получим. Да, в каких-то направлениях я хотел бы улучшений. Но, опять же, практически все в моих собственных руках. Я это прекрасно понимаю. И я буду ставить перед собой цели стать лучше в следующем году. И вот именно те проблемные моменты прокачать их, улучшить, развить. Уверен, друзья, если двигаться к цели и оставаться хорошим, порядочным человеком, что, на мой взгляд, очень важно, то все получится. Все будет хорошо. Так что этот год был чудесный. Он был чудесный, друзья, не без шероховатостей, но надо радоваться каждой прожитой минуте, каждому прожитому дню. Именно так я, собственно, и стараюсь делать. Спасибо, друзья, вам огромное за внимание. Вот практически исповедовался перед вами, ну и перед собой тоже. И подвел итоги 21-го. Так что в 22-м будем надеяться, что все будет еще лучше. Спасибо огромное. Пишите, как у вас прошел этот год. Делитесь какими-то своими радостными событиями. Будет очень интересно почитать. Спасибо огромное за внимание. Пока-пока. Продолжение следует...